Всем привет! На связи Руслан Захаркин, канал Захаркин Крипта. Сегодня мы будем обсуждать такой фонд, как Амир Капитал. Долгосрочный инвестиционный проект, который работает уже 3 года. Но если мы будем говорить о том, когда он был основан, то это вообще уже 13 лет прошло. Основатель фонда Марат Амирыч Монбаев. Вот, я его знаю лично, очень классный, позитивный мужик. Но перед тем, как мы начнем, пожалуйста, подпишитесь на мой YouTube канал Захаркин Крипта. И, конечно же, подпишитесь на мой Instagram, потому что я там очень часто делаю определенные информационные посты, в том числе про фонд Амир Капитал. Заранее предупреждаю вас про возможности и про риски, потому что без этого никуда, вообще никуда. Здесь гарантий нет. А вот возможности и риски, они, конечно же, есть. Если вы правила игры принимаете, тогда смотрите дальше. Итак, совершенно недавно был очень интересный прямой эфир с Маратом Амировичем Монбаевым. Сейчас вам его покажу. Ну, здесь он идет примерно 22 минуты, где как раз Марат Амирович рассказывает про отчет перед инвесторами за май 2021 года. И про конкретные нововведения говорит. Я бы хотел пробежаться по вот этим вот нововведениям. Уже, в принципе, все расписал. И первое нововведение касаемо дополнительных лицензий. Видите, на сайте всегда можно посмотреть лицензии. Сейчас у нас эстонские лицензии. Вот, пожалуйста, на сайте их очень легко найти. Вы можете сами их проверить. На данный момент лицензии вот эстонские. Вот, кому интересно, посмотрите более детально. Кто знает эстонский, пожалуйста, милости прошу к нашему шалашу. Но Марат Амирович Мунбаев сказал, что будет еще несколько лицензий. Подали заявки, значит, в Канаду и в Латвию. Почему в Латвию? Потому что они будут регистрировать свою платежную систему и внедрять ее, да. Значит, платежная система Амирпэй будет. Это, как знаете, Apple Pay, Google Pay. Вот они хотят сделать Apple Pay. Ну, разумеется, в 2021 году. Как быстро, как скоро, ну, к сожалению, я сказать не смогу. Может быть, это будет за лето. Может быть, это будет к осени. Там уж как карта ляжет. Дальше, они хотят сделать лицензию в Канаду, потому что они будут делать свою биржу Амирэксченж. То есть, это будет полноценная криптовалютная биржа, на которой мы с вами можем как покупать, так и продавать криптовалюту. И это действительно очень крутая веха. Есть Binance, есть там, допустим, BitForex, есть Huobi, есть Kraken. А будет еще Амирэксченж. И я уверен, что там будет очень много людей. И эти люди будут торговать как раз в том числе на Амирэксченж. Дальше, касаемо введения TRC20, да, блокчейна Tron. Сейчас пока что Марат Амирыч Мунбаев вместе со своей командой внедряет все это и исправляет баги. К сожалению, очень много багов. И Марат Амирыч в своем отчетном вебинаре так и сказал, что, ребят, ну, простите, пока мы еще не можем все это внедрить, потому что, блин, не получается именно какие-то моменты все уже оттестировать, чтобы выпустили качественный, четкий продукт без каких-либо проблем. Дальше, какие показатели хочет достичь фонд к 2030 году, по словам Марата Амирча Мунбаева. Значит, 1 триллион долларов – это желание, да, сделать оборотку, разумеется, да, и к 2030 году сделать порядка 100 успешных проектов. Потому что, например, Амир Академия, Амир Воллет, там, Амир Гифтс, вот эта вот вся история, которая идет, да, это все отдельные проекты. Трейды Грамм тоже, да, вот где вот люди как раз торгуют. Трейдер Грамм, да, вот такая вот есть интересная история. Это лишь один из проектов. И вот таких вот проектов, которые хочет реализовать Марат Амирович и вместе, да, фонд Амир Капитал, их порядка сотни к 2030 году, во всяком случае, Марат Амирович к этому стремится. Вот. План. Еще какие есть планы по вводу-выводу фиатных денежных средств. Вот раньше, например, команда Амир Капитал здесь работала с точки зрения еще фиатного пополнения, и была платежная система такая, ну, платежный шлюз под названием Меркурио. Что такое Меркурио? Это у нас такая тема, согласно которой можно заводить с банковской карты денежные средства и приобретать на эти денежные средства криптовалюту и сразу ее отправлять в фонд Амир Капитал. Но проблема была в том, что было даже больше минусов, нежели чем плюсов. Марат Амирович об этом тоже рассказал. Какие были минусы, да, основные? Во-первых, сложность, а во-вторых, дополнительная верификация. И не каждый хотел эту дополнительную верификацию проходить. И Марат Амирович вместе с командой Амир Капитал услышали людей и решили лучше убрать эту систему. Вполне возможно, будет какая-то другая система, да. Но сейчас конкретно, если вы посмотрите, сейчас ничего нельзя пополнить с точки зрения именно фиатного пополнения. Нужно где-то на стороне покупать криптовалюту, он на BaseChange, на бирже Binance. Там, допустим, через меня, через мой обменник, через гарантов, через других людей, которые хотят, допустим, купить или продать криптовалюту. И только потом уже заводить биткоин, эфириум или USDT непосредственно на счет Амир Капитал. Вот такие вот новости. Самое главное, чтобы вы знали о них. Теперь дальше едем. Смотрите, это у нас CoinMarketCap, биржевой индикатор. Но у нас как раз, у нас следующая новость. Хотят ввести дополнительные монеты BUSD, как раз вот этот стейблкоин от Binance, и USDC, тоже определенный стейблкоин, для того, чтобы они были добавлены в накопительный счет. Вот сейчас у нас, согласно фонда Амир Капитал, да, и согласно официальной политике данной компании, у нас есть только три криптовалюты, в которые можно инвестировать. Это биткоин, это эфириум и это USDT. Вот, согласно этого слайда. Я уже всем все показывал. Пожалуйста, да. Вот, биткоин, эфириум, USDT. Но хотят добавить BUSD и USDC. Да, что это такое? Это стейблкоин. Вот, смотрите, сейчас вам покажу. Найду вот USDC, вот такой вот, он у нас занимает, согласно рейтинга CoinMarketCap, восьмое место USDC, да, очень даже неплохо. Хорошие объемы, посмотрите. Ну, ценник, разумеется, один к одному, очень даже неплохо. MarketCap, да. Так, сколько у нас капитализации? Ну, очень даже неплохо. Капитализация более 23 миллиардов долларов. Ну, разве это мало? Я считаю, что нет. И эта капитализация будет только расти. И второе у нас BUSD. Давайте мы его посмотрим. Тоже стейблкоин от биржи Binance. Это, как знаете, BNB, но немножко другое. Это именно стейблкоин. Тоже занимает определенное место в иерархии. Значит, так, объемы торгов. MarketCap, рыночная капитализация почти 10 миллиардов долларов. В принципе, очень даже неплохо, если вот эти токены будут заходить. Почему они будут заходить? Потому что, блин, поступало очень много вопросов, поступало очень много различных предложений. Со стороны инвесторов, в том числе и от меня, чтобы ввести ТРЦ-20 смарт-контракт, чтобы меньше платить комиссии. Потому что комиссия за USDT именно через ИРЦ-20, она большая. Как и, в принципе, комиссия в эфире. Потому что эфириум-сеть, она самая дорогая. Пока там внедрят это эфириум 2.0. Хрен его знает, когда это будет. Но, в целом, конечно, комиссия очень большая. Поэтому, конечно же, Амир Капитал стремится к какой-то экологичности. И даже делает ставку на то, что будет больше популярно вот это USDC и BUSD, нежели чем USDT. USDT будет отходить, вполне возможно, на второй план. И будет пользоваться популярностью именно 2 вот этих новых токена, 2 вот этих новых монеты. Поэтому, в общем, это лето будет жарким. Скорее всего, уже летом это все будет внедрено. Может быть, даже очень рано. Может быть, даже вообще вот буквально на днях это будет сделано. Точно пока что вам сказать не могу. Но будем ориентироваться на лето 2021 года. Так что, вот такие вот у нас новости. Я считаю, что все очень круто. Реально все идет. Капитализация компании сейчас более 100 миллионов долларов. Буду рад, когда будет капитализация, значит, у нас хотя бы 1 миллиард, да, 1 ярд. И потом, что у нас еще, значит, более 30 тысяч инвесторов по всему миру. Хотелось бы видеть 50, 100, 150, 200 тысяч инвесторов по всему миру. Просто нужно приучать к консервативности и к долгосроку. Сейчас мы рассмотрим мой накопительный счет, как это все происходит. Я ничего не скрываю. У меня было более 20 тысяч долларов. Объясню, почему стало меньше. Потому что, ну, во-первых, рынок просел, биткоин просел, там тот же самый эфириум просел. И вот если мы смотрим, да, я даже тут какие-то графики рисовал. К сожалению, да, пока что биток, ну, оставляет желать лучшего, как и эфириум. Но, тем не менее, мы играем в долгосрок, да, мы играем в долгу, значит, будем больше зарабатывать. На первом месте у меня, конечно же, USDT. На втором у меня эфириум. И на третьем месте у меня биткоин. Мои планы какие? Я хочу здесь достичь отметки 30 тысяч долларов, потом 50, потом 100 тысяч долларов, а дальше как пойдет. Если мы будем смотреть мой структурный оборот, более 62 тысяч долларов. Если бы как раз у нас курс не упал, это было бы, наверное, все 70 тысяч долларов. Вот, 220 партнеров, но не все они активированы. Что значит активированы? Это значит, что не просто прошли регистрацию, верификацию, двухфакторку установили, но еще инвестировали как минимум 100 долларов и открыли себе партнерскую программу Sunrise Program. Здесь же ее можно открыть. И можете посмотреть ролик, я уже снимал как раз про партнерскую программу. Значит, моя здесь стратегия очень простая. Вот мой накопительный счет. Я здесь что-то вот отправлял. Например, в битки я особо не пополнял. А вот в эфире я делал определенные пополнения, как и в принципе большинство пополнений я делал здесь. Видите, у меня скачкообразное такое развитие. Большинство пополнений я делал, конечно же, именно в USDT. Почему? Потому что максимальное количество именно процентов оно дает. Вот. Если вы будете здесь заниматься постоянным реинвестом, знаете, как это сделать? Вот, реинвестирование. Вы заходите, да, здесь в личный кабинет и видите, можно сделать реинвестирование в битке, в эфире, в USDT. Ну, стабильный счет я не делал. Ну, все равно здесь тоже поставил ползунок на полное вот как раз реинвестирование и, конечно же, партнерские отчисления. Почему это выгодно? Это выгодно тем, что если вы будете как раз заниматься реинвестированием на долгосрок, то сумма вашего депозита, она будет расти. Ну, как бы вам сейчас это все красиво показать? Давайте я вам покажу на конкретном примере. Допустим, у вас есть 20 тысяч долларов. Вот так вот, 20 тысяч баксов. Нет, ладно, давайте, мы же джентльмены. Сейчас увеличу, чтобы вам было удобно. Будем сейчас считать. 20 тысяч долларов. В среднем фонд дает где-то 3-6% в месяц. Но в среднем, если в USDT, то 5% там выходит. Вот так вот, ну, если будем говорить по факту. 5% в месяц. Среднее число. Мы принимаем эти правила игры. Итого, от 20 тысяч долларов 5%. Сколько же у нас будет 5% от 20 тысяч долларов? Давайте проверим на калькуляторе, как будто я вообще ничего не понимаю. И как будто мы все плохо считаем. Так, и умножить на 5%. Итого, можно иметь тысячу. Видите, это тысяча долларов. Тысяча долларов это ваш пассивный доход. Что очень даже неплохо. Можно уже офис бросить. А что такое 20 тысяч долларов? Давайте посмотрим на сегодняшний день и час. На момент записи этого видео. На момент 11 июня 2021 года. Значит, 20 тысяч долларов в рублях. Сколько это? Это менее полутора миллионов рублей сегодня, да? У многих из вас есть действительно такие инвестиции. Есть такие счета в банках. Но в банках вы получаете 2,4% годовых. А может быть, там 4% годовых. Давайте вот, сколько дают банки в годовых, да? Сбербанк. Процент годовых. Процент по вкладам. Ой, не-не-не, простите. Процент. На депозит, да. Депозит. Я думаю, что это просто вот повышена ставка. Ха-ха-ха. Полтора процента. Господи. Вклады Сбербанк. Вот я смотрю на это все. До 5% годовых. Боже ты мой. Так. Что-то есть вообще до 4%. 3%. Вклад управляет до 2,56%. А по факту, знаете, сколько? 2,4% годовых. Потому что у меня у самого есть такой вклад. Я знаю. А что дает фонд Амир Капитал? Давайте посмотрим. У меня же есть все скрины. Все переписки. У меня абсолютно все. И сейчас я вам найду очень интересную картинку. И после этой картинки просто захочется плакать. Захочется плакать по той причине, что, ну блин, как можно зарабатывать так мало, когда есть такие хорошие возможности. Это доходность средняя. Фонд Амир Капитал по сложному проценту с периода с 31 января 2020 по 31 января 2021. В битке 50%, в эфире 83%, в USDT 121. О чем это говорит? Это говорит о том, что вы в количественном плане можете на долгосрок заработать больше. Вот что такое 20 тысяч долларов. Если у вас, допустим, не 20 тысяч долларов, а 10 тысяч долларов, то окей, проблем нет. Тогда у вас будет с 10 тысяч долларов доход. Если 5% в месяц в среднем, то тогда у вас будет 500 баксов. 500 баксов это чуть менее 40 тысяч рублей на момент записи видео, что тоже, в принципе, неплохо для многих. 10 тысяч долларов это примерно, ну где-то 720-750 тысяч рублей, если мы будем говорить по плавающему курсу на сегодняшний день и час. Вот смысл нести огромные деньги в пирамиду, когда можно, допустим, работать на долгосрок. Я и моя команда уже давно приняли свое четко взвешенное и аргументированное решение двигаться здесь именно на долгосроке при консервативном проценте. Если вы хотите перенять наш опыт, пожалуйста, как бы ссылочка есть в описании, никаких проблем нет. Опять-таки, никого никуда не зову для того, чтобы каждый из вас принимал свое собственное решение. Если вы хотите здесь двигаться и двигаться максимально активно, пожалуйста, милости прошу, как говорится, к нашему шалашу. Можем с вами поработать. Есть все презентации, есть все наглядные материалы. Пожалуйста, заходим, интересуемся, я обязательно вам все расскажу. Самое главное, осознавайте возможности и риски, потому что я гарантии никогда не даю. Никто гарантии никогда не дает. Но если же вы хотите здесь действительно двигаться и двигаться очень даже хорошо, то, пожалуйста, никаких проблем нет. Пишите мне, я с вами обязательно пообщаюсь, выясню ваши потребности, возможности, желания и дальше уже будем двигаться. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк, сделайте репост. Вот это видео не смотрите, а на мою страницу заходите. Конечно же, напишите в комментариях, как вы думаете, какая цена будет битка и эфира к 31 января 2021 года. Ну, например, на 12.00 по Москве. Кто угадает точную цену, тот получит от меня приз. Первое место 300 баксов, второе место 200 баксов, третье место 100 баксов. Ну, почему бы и нет, будем бомбить. И кто из вас готов работать на долгосроке, тоже пишите в комментариях, готов работать, свяжитесь со мной. Будем с вами связываться, пишите мне в личку, все обсудим и сделаем все по красоте. Вам добра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok